Видео для сета черепахи.ру. Кормление водных черепах. В первую очередь надо знать, что водных черепах лучше себя кормить в отдельном тазике. Берется обычный пластиковый контейнер, который продается во многих магазинах, например в Аршане. Туда пересаживаются заквариум черепахи. Воду для красновых черепах или болотных можно налить из-под крана. Она должна быть температурой примерно такой же, как и температура воды в аквариуме. То есть где-то 24-25 градусов. Чем можно кормить черепах? Тут достаточно большой выбор. Многие скажут только рыбы. Нет, это не так. Выбор реально большой. Начиная с той же рыбы, которую купить проще всего в многих магазинах, и рыба должна быть сырая и нежирная. Проще всего покупать заморозку, либо покупать сырую рыбу, нарезать кусочками, по кусочкам замораживать. Но повторная заморозка размороженной рыбы не допускается. В данном случае у нас ментай. Также можно кормить креветками. Их также надо предварительно разморозить. Лучше покупать зеленые креветки, но их бывает сложно достать, поэтому иногда можно давать и красные, которые являются полуотварными. Специальные продукты для черепах готовить не нужно, только разморозить. Следующим является панно из мышки. Это обычная пушистая мышка-опушонок, либо голыш, если черепашка у вас маленькая, продается в зоомагазинах. А также зоофобус. Это некий вариант мышного червя, такие насекомые. Они довольно жирные, питательные, но давать их лучше не чаще, чем раз в месяц. Дождевые черви. Ими можно кормить довольно часто, если вы успеете их где-нибудь нарыть. В городе лучше это не делать, а вот если привезете с дачи, то будет замечательно. Замороженные сверчки. Они удобнее, чем сверчки живые. Их не надо ловить по всей квартире. И они у вас не умрут через 2 дня, от того, что вы их не покормили или не напоили. Поэтому покупайте замороженных и прямо так бросайте воду. Они быстро размораживаются, черепахи их любят. Еще один хороший вариант кормления это замороженный блок мотыля, дафни, гомаруса. Замороженного, естественно. И артемии, да, и всякого другого. Они продаются в магазинах, как корм для рыб. В природе черепахи часто питаются именно насекомыми и только чуть-чуть рыбой. Поэтому такой блок корма, он достаточно удобен и полезен для черепах. А также для черепах можно использовать сухой корм. Но слишком часто лучше это не делать. Хотя они, в принципе, довольно полезные. Вот пример корма для черепах сухого. В нашем случае это джебели кальцил. Также хорошо использовать корм тетерорептамин. По словам ветеринаров, он является довольно сбалансированным. И им можно спокойно кормить. Если брать по дням, как часто кормить черепаху и чем, то вот таких черепашек кормят через день. Мы им дадим сегодня креветок. Они прекрасно справляются с панцирем креветки и съедают их целиком. Разве что могут хвост оставить. Их кормят через день. Совсем маленький черепашек кормят каждый день. Корм надо чередовать. Например, один день вы кормите рыбой, другой день кормите вы сухим кормом, потом кормите насекомыми. То есть либо сверчками, либо за хобусом, либо за мороженым кормом. На следующей неделе можно вместо рыбы дать, допустим, креветки или морской коктейль, и червей или мышонка, и сухой корм. То есть это прекрасно все чередуется. В холодильнике можно, в морозильнике можно иметь специальный контейнер с разными блоками, в которых будут разные виды корма. Кроме сухого, естественно. И по очереди каждый день доставать, кто-то размораживает и отдавать черепахам. После того, как черепахи поедят, то есть примерно через минут 15-20, черепаха пересаживают обратно в аквариум, воду выливают. Таким образом у вас будет чистая вода в аквариуме, черепахи будут сытые, с разнообразным питанием и здоровые. Не забывайте об драфилетовых лампах в терариуме и аквариуме. Всем спасибо!